Хороший матч, я думаю, все равно есть пища для размышления у нас, потому что третий период очень много дали сопернику, позволили, много пространства дали и надо не давать вообще вздохнуть на протяжении трех периодов. Я думаю, что надо над этим работать. В принципе, тоже показательный момент, что многое сдерживали, сдерживали и в определенный момент, естественно, то ли Никонца выстрелил, там дожали как бы, не зря с ним, живу, работаю по этому моменту, выжимаю из него все. Та шайбой подойдет в штангу, попадал там, вот с образцом картере, не везение было, да? Ну, было-было, да, согласен тоже, но хорошая игра, в принципе, да, поэтому если бы, конечно, все залетало бы у нас, тогда, я думаю, всегда бы золотыми буквами фамилии были у нас написаны, вот, поэтому будем, конечно, работать, опять же, что сейчас такой календарь плотный, поэтому уже надо забывать эту игру. Первый матч в Братиславе, то же самое, 4-1, чем-то отличался, попроще, посложнее было? Ой, а если честно, не знаю, я сейчас там участия вообще, как бы, можно так сказать, не принимал, спасибо, что сегодня на игру хоть поставили. Кто из них с переходом же много? Ну, я вышел, просто, да, это вот, а так, в принципе, сегодня просто такая игра была примерно как начало чемпионата, все с чистого листа, и поэтому такие изменения, естественно, дают какую-то встряску, скажем так, вот, но про последние игры я сказать ничего не могу, потому что я мало находился, как бы, с командой и на связи с тренерским штабом. Легенда Якуша впервые развивал или в цирке заходит? Нет, периодически заходит, постоянно, как бы, все равно периодически, постоянно кто-то заходит из ветеранов, из, так сказать, настоящих легенд, вот, здесь немножко так все спорненько, но со мной я имею в виду, а так, тут настоящие легенды, конечно, появляются. Что говорят? Что говорят? Ну, что, удачи желаю, так, чтобы двигались получше, ну, и удачи желаю. Следующий матч особенный, просто, как вы помните? О, конечно, помню, как я могу, я и прошлый сезон забыть не могу, все, переключиться, если честно, но, естественно, надо быстрее забывать, как бы, естественно, соперник тоже, Динамо, будет, я думаю, настраиваться очень серьезно, потому что они тоже помнят, как и я, прошлый сезон, вот, поэтому тоже будем собираться, все силы. Говорю про этот матч уже, вот, сейчас с вами поговорим немножко, и все. Знал, что перед матчем будет такая, фаимония перед матчем? Знал, но я не ожидал именно такого, конечно, я думал, так все более скромнее будет, поэтому спасибо клубу, конечно, мне очень приятно, очень-очень. Но у вас это впервые, естественно, и сын, жена, да, когда вся семья на льду. Ну, да, конечно, не, мы встречались на льду, там, ну, в торговых центрах, там, где-то катались, но так впервые, конечно, приятно было, что такие сюрпризы, ну, все круто было, на самом деле, и приятно, что вот день победили, все ребята здорово выложились. Как просто такой, вас так уже дали, главного тренера? Именно я? Ну, именно вы, как вице-капитан. Да нет, я не скажу, я никогда об этом не думал, вообще я не желаю никому этого вообще, вот, но просто именно у меня была отдельная ситуация, А именно в команде такого не было, и я об этом, честно говоря, не думал. Моя ситуация – это моя ситуация, а ситуация с командой – это совсем немножко другая. Я, естественно, никому зла не желаю, и там эти разговоры тоже особо в раздевалке, как бы такого не было, чтобы ходили, что-то думали об этом, даже размышляли. Насколько эта пущенная победа в Питере повлияла на команду, на настроение в следующем матче с Риги? Ну, я думаю, эмоционально тяжело после таких матчей. Не в обиду, конечно, Динамо Риги сказать, что Соска так выложили, все силы отдали, потом этот же состав пошел на игру. Было, я думаю, невероятно тяжело ребятам эмоционально. То есть я об этом с ребятами разговаривал, они то же самое говорили. Просто после Питера переключаться на команду, скажем так, чуть-чуть более слабее уровнем, конечно, это тяжело. Так, я думаю, у всех команд, у большинства, поэтому было очень тяжело. Ну, еще один вопрос про легенду. 268, да, теперь матчей за лидер. Какой рубеж ставите себе, там, 400-500? Ну, честно говоря, я об этом не думал, потому что я даже об этом как бы не думал. Вот, как можно дольше играть за этот клуб и вообще на это внимание не обращать. И надеюсь, мы еще по этому поводу когда-нибудь соберемся. Возможно, там обгоню кого-нибудь. Так-то есть там фавориты еще. Буду стремиться туда повыше залазить. Продолжение следует...